фейсбук фейсбук тоже подключается так все вижу фейсбук есть пошел я приветствую всех тех кто сейчас смотрят мой прямой эфир в социальных сетях вы знаете так как у нас последние последние дни лета и кто-то отдыхает кто-то отдыхает кто-то находится на отдыхе кто-то готовит уже детей в школе кто-то занятым домашними делами в это время под шумок по-тихому значит наши доблестные правители организовали очередную провокацию значит для тех кто еще не в курсе значит вчера ночью вернее получается сегодня в 2 часа ночи в алештах неизвестные товарищи не установлены значит демонтировали памятник владимиру ильичу ленину я много говорил о том что сегодня пытается разъединить в общество плохотнюк пытается поругать между собой реальную оппозицию опять нас делят на правых на левых плохотнюк исполняет одно кино про любовь к западу дадон такое же кино по отношению к к россии значит но что самое странное вот ситуация с фалештами значит сегодня сайты подконтрольный социалистам со ссылкой на депутата парламента олега сало значит начали на всю страну кричать о том что вот наша партия имеет прямое отношение к сносу ночью памятников сравнивает нас правым сектором в украине что вот мы все это сделали и так далее и так далее вы понимаете самое обидное что социалисты они же строят из себя оппозицию кричат про то что они за молдову пытаются украсть то что мы первые заявили в истории молдавской политики да мы говорили о том что у нас партия будет про молдавской когда вернулся из москвы четырнадцатом году дадон тогда кричал только россия только таможенство сегодня до дом съезжает с большей части того что он обещал но это мы сейчас обсуждать ему не сама депутат партии социалистов который родился фалешно сава является депутатом парламента и вместо того чтобы выйти рассказать людям правду сава сегодня еще раз подтвердил что социалисты и демократы являются партнерами в том числе и по сносу памятников потому что я родился также фалеш так сделал несколько звонков и разобрался в ситуации то же самое сделаю сава ну и выгодно сегодня они продолжают покрывать плохотника у них главная задача это сеять смуту насчет нашей партии делать все для того чтобы партия была уничтожена и в этом они сегодня помогают плохотнику значит я узнал разобрался два дня назад значит председатель фалешского района госпожа ираида вместе с заместителем председателя района табырцы если ираида она была как бы всегда с демократами то табырцы пришел от лдпм сегодня он как бы лег под демонов тоже если они провели такое закрытое заседание по подготовке празднование дня независимости в городе фалешт значит табырцы правил инициативу как бы говорит так и так вот можно на площади там центре ну а там этот памятник ленину и как бы ираида да вот и меня с кишинева тоже давно спрашивает когда снеси ну что наша партия неоднократно высказывала свою позицию касаемо памятников тем более тем более речь идет о моем родном городе значит они приняли решение демонтировать этот памятник на сегодняшний день я считаю что они совершили должностное преступление это решение было принято участок принадлежит на котором находился памятник значит находится на балансе значит примарей решение городского совета на эту тему не было и быть не могло потому что у нас там есть большинство также этот вопрос не поднимался на районном совете то есть на каком основании госпожа председателя района демпартия дала этот приказ значит второе какая компания участвовала в демонтаже этого памятника потому что наверняка это сделали за деньги если это отправил бульдозер с кишинева плохотнюк окей выйдите скажите об этом сегодня социалистам выгодно сидеть придумывать очередной бред понимаете позорный бред когда сова фалешки какие они выходят и грешно наша партия также как и правый сектор в украине сносит памятник я никогда не допущу я никогда не допущу никаких демонтажей памятников в разных странах есть разная история некоторые какие-то моменты есть в общей да сегодня когда обвиняет вот некоторые правые сайты пишут диктатору ленин кто-то пишет про сталина кто-то пишет про антонеску немцы имели гитлера ребят сегодня не нужно воевать памятник я говорил когда хотели демонтировать памятник освободить воинам освободителя в кишине заменить заменить его на памятник как они говорили тогда румынскому языку хотя моя позиция что молдаване на говорю на молдавском языке значит я сказал хотите память делать его в 100 метрах делайте в липканах украинскому языку сегодня бороться с памятниками это не заниматься реальными проблемами которые есть сегодня в стране а их у нас более чем достаточно все знают что есть инвалид по фамилии гимн мигал федоров установил он этот камень потом люди должны знать через 50 через то что вот был такой клопа цел который взял установил памятник перед правительством он хотел показать свое я понимать мы придем гласе наверняка перед президентура я установлю памятник додону но только не во весь рост а памятник который будет символом эпохи правления додона символа того что лег под плохотнюка что он поет по заданию все то что ему плохотнюк пишет на бумаге это будет индек там и в него будет не знаю или пачка долларов или или пепельница в зданиях курить как бы запрещено поэтому вот на улице как бы вот будет индюкс пепельница понимаете вот будет символом эпохи додон каждый в разные года в разные времена в разные в разные века строили те или иные памятники сегодня значит ни в коем случае нельзя допускать вот этих провокации организованных плохотняком потому что сегодня ему нужна гражданская война ему нужен вооруженный конфликт приднестровья его устраивая сегодня ручной додон который кричит там только про нато он всегда недоволен нато он и так далее зато он доволен плохотняком понимать молчит все даже дети уже знают кто участвовал кражи миллиард додон молчит потому что ему запрещено говорить это ну плюс у него не хватает ни духа ничего но хватает смелости только выходить оскорблять меня потому что меня нет рядом дал бы ему два шалбана понимать поэтому сейчас за два шалбана еще раз выйдет расскажет про то что я ему там угрожал расправа и так далее сегодня я прошу всех тех кто располагает той или иной информации значит памятник наши активисты даже фалешных не могут найти то есть его ночью и демонтировали убрали сегодня когда работал одно из муниципальных предприятий наводила порядок на этой площадке там же стали мусор и так далее сразу а значит наша партия если они убирают мусор значит они демонтировали память я прошу всех сегодня кто располагает информация ребят расскажите где есть этот память напишите мне в личку наверняка знает кто-то из работников полиции и так далее но сегодня обязательно активисты нашей партии города фалешных ребят вы должны официально обратиться в полицию пусть они расследуют что значит приехала группа неизвестных если в молдавии норма приехала группа неизвестных кого-то там ограбили убили и так далее здесь группа неизвестных уже у нас это не демонтаж это называется вандализм то что это произошло и поэтому я могу вам пообещать одно все памятники тем более памятник этот памятник символизирует моё счастливо говорю это на всю страну до счастливое советское детство я также как и все нормальные дети ходил на парадах я говорил о том что горжу что мы выросли на 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 чебурашках они на sony playstation как многие сегодняшние дети и так далее и мы росли нормальными выросли нормальными людьми и сегодня уничтожи уничтожив этот памятник послушайте мы найдем возможность и этот памятник станет там где он будет где он стоял сегодня чтобы плохотнюк живот нам придумал эту задачу что вот сейчас памятником все его будут обсуждать вместе ребят все памятники которые они снесут мы все памятники восстановим и поставим на свои места потому что эта история нашей страны история есть абсолютно у всех стран сегодня нам бог подарил независимость мы являемся независимым государством понимать и мы сегодня должны беречь нашу независимость наш суверенитет мы ни в коем случае не должны допускать никакой гражданской войны потому что для плохотнюка гражданская война вооруженный конфликт приднестровья это чрезвычайное положение он сегодня для того чтобы получить защиту он должен реализовать максимально сжатые сроки проект унира потому что под это плохотнюк себе выторговывает как бы безопасность что его там румыны не посадят либо другого европейское государство значит плохотнюк по любому ответит за свои преступления самое главное да я вас прошу и просил всегда сегодня я прошу разбудить всю страну я хочу чтобы проснулись люди всех национальности я хочу чтобы мы жили в мире согласии так как мы жили вот сколько живу более 30 лет особенно мои школьные годы студенческие годы да не было этих проблем понимать поэтому сегодня ребята объединяемся сегодня нужно разбудить всю диаспору рад что начали просыпаться в том числе некоторые молодые люди я смотрел выходили пытались организовать акцию протеста против додона плохотника в москве я написал ребят надо делать все законно не нарушая закон ну кандиазы уни если диаспора если москва бруксел букурешт джене восстателе уни осталось требуется и шин татсом при он шла гуною лагуною лачи митиру политик требует риме сши дудон шепла худе касса зийцом силу мая мая чем мы море рау пентруй република могла дуду не отродат а прочит датка он текал ос астас венчарка сосиспели сосис окупере у унили балори податься мадагу он съела стакас луна слух дискутят токтей шестин иди коллаборария луи кулахутнио елдам сакопера шкуе коани шку бисеричи даме фереште податься а диск мерк шио пила монастир ажут шуму спреут шмут и бисерич у канадук амфаку дикати валори поза дим дипаж димбисерик шпанам ума сантуаре кумка санцеледис на залезь марк швелка тэс крестине но я фашки а дата витворен кассе и унтрон диаурен залезь офф поэтому ребят значит у нас последние дни лета начинается очень тяжелая очень грязная политическая осень молодой значит готовятся новые уголовные дела против меня не там уже пишут сообщение что новое дело по контрабанде по этим каких по этим по этим анаболикам бизнес который плохотнюк всегда крышевал через почту через госпредприятия почта мулове значит туда меня хотят несколько новых убийств вы понимаете что они уничтожают сегодня того кого реально боятся я обязательно сохраню сохраню себя я себя сохранил только только для того чтобы победить и избавить молдову от этих от этих грязных варваров поэтому я вас люблю огромное спасибо всем тем кто меня поддерживает поэтому идем только вперед значит ни в коем случае не допускаем никаких провокаций но сейчас секундочку смотрю мне тут скидывают сообщение значит вот а скидывать не сообщение сегодня они писали про памятники как раз сейчас пишут и и про этот год очередной байку значит что полиция вместе с прокуратурой поймали почтальона так делаю саторши трансмисс бани пентру киллеру про пусть поймали почтальона от меня который передавал киллеру проки значит я конечно все понимаю но у меня вопрос вот они также показывали на всю страну что вот задержали валерия маларчука значит задержали валерия маларчука показывали его как его берут вот такой парень с большим лицом как у мишкин олимпиаде 80 значит что вот он тоже был посредником между мной между прокой помариновали в тюрьме издевались над ним били пытали все что угодно с ним делали заставили определенные вещи даже подписать потом маларчук написал заявление на имя генерального прокурора румынии на имя президента румынии его перестали бить и вот его примерно три недели назад освободили а тоже писали что он почтальон вместе со мной участвовал и в убийстве горбунцова это из той же рубрики как арестовали цепоеча за убийство кавкалюка по фейсбуку то есть они всех обвиняют всех маринуют как подходит наступает момент истины но они людей выпускают прокурор маларчуку потребовал 12 лет за то что он контрабандным путем привез деньги которые я передал для проки из румынии в молдову значит залез сюда его освободили даже для меня очень странно я думал начале может быть какая-то комбинация их не потом и начал узнавать с этой истории еще разбирать вот того отпустили сейчас пишут задержали ну интересно какие деньги опять я что-то передавал проки там почтальон и так далее к сожалению сарим бухатару дискиде уже не просто работает на плохиша просто уже является и тылом и передами задами кем угодно таких сайтов многое надо как-то выживать я на них не обижаюсь пусть пишут что хотят поэтому ребят всем удачи спасибо всем тем кто поддерживает мы обязательно победим потому что правда она может быть только одна ни в коем случае двух-трех просто не бывает правда она одна все равно все сплывет наружу мы победим все эти прокуроришки милиционерчики все вот эти слуги режима ответят за все преступления которые они совершили против меня и против всех граждан республики малого всем хорошего дня увидимся прямом эфире день независимости республики малого пока